Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И сегодня вашему вниманию представляю еще один веб-каст, посвященный Windows Server 2012. В веб-касте мы разберем новую фичу, которая появилась в Windows Server 2012. Это IP Address Management, или IPAM. В общем-то, полноценный сервер IPAM позволяет вам собирать информацию с ваших DNS-серверов, DHCP-серверов, а также собирать логи с ваших Network Policy серверс и с ваших контроллеров домена. Суть данного сервиса – это централизованное управление, логирование, ну и некоторый мониторинг. IPAM имеет множество ограничений от таких, как невозможность установки на контроллер домена до, скажем, невозможности развертывания IPAM для нескольких листов Active Directory. Также очень многое зависит от архитектуры, в которой вы будете разворачивать ваш IPAM-сервер. В частности, есть централизованная архитектура, есть распределенная. Настраивается на несколько разными способами. Ну, в общем, если вам потребуется IPAM-сервер, вам необходимо сначала определиться с процессом планирования, проектирования, потом уже его разворачивать. В рамках же сегодняшнего веб-каста мы развернем IPAM-сервер с централизованной архитектурой в нашем домене Nerve Tokyo 3.jp. В домене присутствует ряд подсетей, относящихся к домену Nerve Tokyo 3.jp, к субдомену PowerShell Nerve Tokyo 3.jp и есть еще сторонний лес Active Directory, это Silly.jp. В общем, подсети этого леса мы тоже увидим. Итак, давайте скажем пару слов о сервере, на котором будет происходить сегодняшний веб-каст, а именно его демонстрационная часть. Это IPAM-01, рядовой сервер домена Nerve Tokyo 3.jp, на нем установлен Windows Server 2012 в редакции Data Center, английский. Данная машина обладает двухъядерным процессором Intel, четырьмя гигабайтами оперативной памяти, 40 гигабайтным жестким диском и сетевым соединением со скоростью 1 гигабит в секунду. Вообще, если честно, то в минимальных рекомендованных требованиях для IPAM-сервера стоит 80 гигабайт, но в нашей небольшой задаче 40 будет более чем достаточно. Итак, установка IPAM-сервера. В общем-то, данную фичу можно поставить при помощи Windows PowerShell, также при помощи CR-менеджера. В общем, мы сегодня будем пользоваться и PowerShell, и CR-менеджером. Вообще, установку самой фичи мы сделаем через CR-менеджер. Также в CR-менеджере мы ее настроим. Итак, войдем на машинку IPAM-01. Мы будем использовать доменного пользователя IPAM-администратор. Пока происходит событие первого входа, мы посмотрим немножко нашего пользователя. Для того, чтобы немножко упростить все задачи с делегированием, мой пользователь IPAM-администратор добавлен в группу Domain Admins. В общем-то, вот. И поэтому права как локального администратора, так и права на сервера DNS DHCP у него будет автоматически. Ну, в общем, вы могли делегировать их отдельно. Но я сделал Domain Admins, потому как данная группа позволит ему беспрепятственно создавать объекты групповой политики на моем контроллере домена и так далее. Также здесь присутствует группа LDM-сервис IPAM, так как изначально моему пользователю я не давал прав в Domain Admins, поэтому была добавлена эта группа. Ну, в общем, для WebCast достаточно знать, что он является Domain Admins, и поэтому у него права на контроллер домена, ну и на DNS DHCP сервера будут присутствовать. Таким вот образом это все реализовано. Давайте вернемся на машину IPAM-01. Прошло событие входа. Мы можем проверить, что у нас здесь все прекрасно работает. Есть сетевое соединение. Мы находимся в домене. Часовой пояс выставлен правильно. Ну что ж, отлично. Давайте добавим фичу IPAM-сервера. Тип установки role-based, серв IPAM-01, фича IP-адрес-менеджмент IPAM-сервер. Здесь есть небольшое описание, которое рассказывает про то, что он будет работать с DNS DHCP серверами, ну и дергать некоторую информацию с Network Policy серверов и с серверов Active Directory. Добавляем фичи. Далее. Перезагрузка не потребуется, но галочку можно поставить. Будут установлены фичи .NET Framework, IPAM-клиент, DNS DHCP Tools для управления, ну и Configuration API Process Model это тоже будет установлено. Всю свою информацию IPAM-сервер хранит в Windows Internal Database. Думаю, в дальнейшем, если сервис будет популярный, можно будет это цеплять на полноценный SQL-сервер. Итак, установка завершилась успешно. Открываем. Появляется информация об IPAM-сервере и сам IPAM-сервер, весь его интерфейс проваливается сюда. В общем-то, все управление IPAM-сервером будет происходить из этой консоли. Что ж. Следующим этапом необходимо создать специальные групповые политики для наших DNS-серверов, DHCP-серверов и для серверов политики сети и для серверов с Active Directory, Domain Service. Процесс достаточно длинный. Множество свойств необходимо занести в данные политики, начиная от назначения прав firewall до специальных ограниченных групп. Также на DNS-сервер, насколько я помню, необходимо создавать специальные ключи реестра. Это все очень долго делать. Поэтому намного проще использовать для этого Windows PowerShell. Существует специальный Commandlet, который появляется после установки фичи IPAM-сервера Invoc.ipam.gpo.provisioning. Что это делает? Если у вас есть соответствующие права на управление групповой политики, а мой пользователь является DomainAdmins, соответственно эти права у него есть, вы можете создавать объекты групповой политики. И этот Commandlet их создаст автоматически на нашем контроллере домена, в нашем домене, и привяжет их в необходимое ему место. Давайте это сделаем, посмотрим, что произойдет. Итак, выбираем Invoc.ipam.gpo.provisioning. Выбираем домен. Это будет nerf.tokio3.jp. Затем указываем gpo.prefix.name. Пусть это будет, скажем, nerf.ipam. Такой вот префикс будет для наших групповых политиков. Затем необходимо указать имя нашего сервера. ipam.server.fqdn. В моем случае это ipam.01.nerf.tokio3.jp. Ну и ключик Forge, чтобы все это было сделано как можно быстрее. Так, окей. Происходит проверка параметров, создание групповых политик. Они импортируются на сервер и связываются с необходимым подразделением. Но вообще они цепляются на домен. Перейдем на наш контроллер домена. Выберем Grow Policy Management. И здесь у нас появились объекты групповой политики. Это nerf.ipam. Наш префикс, который мы выбрали. dcnps, dhcp и dns. Эти политики автоматически цепляются на домен. Но в свойствах этих политик вы можете представить, что security filtering не заполнен. Соответственно никто эти политики читать не будет. По мере назначения серверов они будут прописываться в security filtering и соответственно к ним эти политики начнут применяться. Таким образом реализовано это автоматически. Также вы могли бы привязать их на конкретные подразделения, если бы создавали их вручную. Но мне кажется это не очень удобно. И все вот эти вот свойства. Например, это у нас контроллер домена. Windows settings. Security settings. Здесь настройки, допустим, Windows Firewall. Входящие правила. Вот они автоматически проставляются. Также создаются restricted groups, как видим. В которые попадают event lock readers. Но это все можно сделать автоматически. Мне кажется это намного удобнее, чем делать самому. Но хотя все зависит от ваших требований. Еще раз. Окей. Все это мы посмотрели. Все здесь замечательно работает. Вернемся на наш сервер IPAM 01. Теперь необходимо выполнить provisioning IPAM сервера. То есть мы сейчас находимся в сервер менеджере. У оснастки IPAM. Который встроен в сервер менеджер. Видим наше подключение к IPAM серверу. IPAM 01 NERV Tokyo 3 JP. Видим, что мы работаем от имени IPAM администратора. Необходимо выполнить provisioning. Выбираем это действие. Далее. Правительственник бывает двух типов. Либо вручную, либо при помощи групповой политики. Когда мы используем групповую политику, мы указываем префикс. NERV IPAM. Автоматически при помощи префикса находятся групповые политики. NERV IPAM DHCP для DHCP серверов. NERV IPAM DNS для DNS серверов. И NERV IPAM DCNPS для контроллеров домена и для Network Policy сервер. Замечательно мы это сделали. Применили. Сейчас произойдет provisioning. Ключевая настройка. Provisioning выполнено. Теперь необходимо сконфигурировать обнаружение серверов. Обнаружение серверов работает на базе доменов. Соответственно, вы можете выбрать какие-то домены. Вот у меня здесь есть корневой домен и субдомен PowerShell. То, что я искал в самом начале. IPAM сервер работает только в рамках одного леса Active Directory. Соответственно, другой лес использовать нельзя. Но любые субдомены вы можете централизованно обслуживать при помощи одного IPAM сервера. В рамках сегодняшнего указа мы поработаем только с нашим корневым доменом NERV Tokyo3JP. Его мы сюда добавим. Вообще, для того, чтобы увидеть, что Discovery работает, обнаружение в других доменах работает, мы добавим сюда и домен PowerShell. В домене PowerShell нет DHCP сервера, поэтому я галочку снимаю. Искать DHCP сервера в том домене IPAM сервер не будет. Замечательно. Мы настроили. И как видим, что будет настроено специальное задание, которое будет искать сервера. Ок. Server Discovery выбрали. Два домена. Можно запустить Start Server Discovery, что запустит задачу в шедолере. Пока мы запустим, она здесь будет работать. Мы можем посмотреть, где эти задачи находятся. Итак, нам потребуются все приложения, Task Scheduler. В IPAM сервер уже провалились все необходимые задачи. И сейчас работает Server Discovery. Автоматически находит контроллер домена, DHCP и DNS сервера. В доменах, которые мы указали. Таким вот образом. Замечательно. Пока все работает. Refresh. По мере работы в раздел Server Inventory будут проваливаться сервера. Как видим, уже найдены сервера DC, контроллер домена в домене PowerShell. Причем еще не указано, что он еще и DNS сервер. И также найден DC DNS в домене NERV Tokyo 3.jp. Как видим, DNS суффикс, domain name. Все замечательно. Никто не запрещает вам вручную добавить сюда какой-то сервер. Если вы хотите. То есть, например, у меня есть сервер RTR01. Можно проверить. Обнаружились его IP-адреса. Я знаю, что это DHCP сервер. Окей, он сюда попадет. Как видим. Аналогично он бы нашелся при помощи Discovery. Просто я этого не дождался. Вот. Что сейчас мы видим? Мы видим остальные знаки. Это значит статус для этих серверов не установлен. Но мы установим статус для нашего домена NERV Tokyo 3.jp. Сортируем. Так. ADDS, контроллер домена и DNS сервер. Кстати, у PowerShell обнаружилось, что он и DNS. Постепенно все сервера соберутся автоматически. Если хотите, вы можете руками их заносить. То есть, автоматически Discovery не настраивать. Так. Открываем DC DNS. Edit Server. И вам необходимо установить статус. Управляемый или неуправляемый. Либо статус не установлен. Это будет управляемый сервер. Окей. Что это значит? Он у меня сейчас сразу загорелся. А потом как необходимые групповые политики уже к нему применились. Что делать, когда мы вставляем статус менеджер? На наш DNS сервер прописывается Security filtering ADDS01. Соответственно, к моему контроллеру домена эта политика уже будет применяться. И по аналогии здесь. В DHCP политика пока никому не применяется. Но вы можете всегда зафорсить применение политик. Тем самым накатить их принудительно. Политики IPAM не требуют перезагрузки серверов. Соответственно, для динамичной структуры цода, где простой невозможен. Даже перезагрузка для применения групповых политик. Никакого влияния применение политик IPAM не окажет. Ну а IPAM непосредственно направлен именно на использование в цодах. Там где несколько DNS серверов, DHCP серверов. А лучше несколько, а действительно много. Итак. Заработал наш ADDS. И по аналогии мы на RTR тоже установим статус. Это будет управляемый сервер. Окей. Как видим, пока что еще заблокирован. Можно зайти на контроллер домена, посмотреть, что для DHCP была выставлена политика. Вручную ускорим ее применение. Успешное применение. Отлично. Заходим на сервер IPAM. Проверим. Проверим сервер аксесс статус. Все. Сервер аксесс статус был снова проверен. Мы получили доступ на IPAM сервер. Что нужно сделать следующим. Следующим необходимо забрать серверные данные с этих серверов. Забрать все данные. Забираем. И эти данные переходят. И также заберем их с нашего контроллер домена. Эти данные переходят в нашу internal database. Можно это все отследить. При помощи task scheduler. Так. IPAM. Посмотрим. Все ready. Соответственно процесс уже пошел. И в IP адрес блок мы видим наши DHCP скопы. Чтобы было немножко понятней. Добавим все колоночку. DHCP scope name например. Будет немножко виднее. Вот. При помощи значков. Желтых, зеленых и красных. Помечается использование IP адресов в каждом из range. По сути это скопы. То есть IP адрес блок это скопы. В каждом скопе используется какое-то количество IP адресов. Ну как видим. Здесь у нас используется 13 из 52. Соответственно это больше 20% и он зеленый. Меньше 20% он желтый. Больше 80% он красный. Соответствующий значок. Когда вы накапливаете информацию за несколько дней. Месяцев или лет. Вы можете это отслеживать при помощи графиков. Но мы только поставили эту фичу. И соответственно никакой информации здесь мы не увидим. Ну вот на слайде у меня есть информация. Тут уже все заблокировалось. Войдем в систему снова. На слайде у меня есть информация за пару дней. Вот так вот рисуется тренд. Соответственно до 20% и зона будет желтой. От 20% до 80% она будет зеленой. Если больше 80% она будет красной. Все замечательно. Таким образом можно отслеживать использование диапазонов. И вы можете собрать все свои диапазоны в одну единую консоль. У вас есть скажем так 5-7 DHCP серверов. Вы все ваши скопы видите в одном месте. Удобно? Да удобно. В любой момент вы можете нажать edit ip address range. Получить доступ ко всем его свойствам и отреактировать. Никаких проблем с этим я не вижу. Следующий момент это DNS зоны. Видим сюда еще не все провалилось. Refresh. Давайте вернемся на сервер Inventory. С нашего DNS сервера мы заберем все серверные данные. Посмотрим как это выполняется. Refresh. Все готово. Вернемся в консоль ipump сервера. Где наши DNS зоны? Не видно. Вот они. Пока что данные не получены. Видимо это ADDS-01. По каждой зоне есть немножко информации. Refresh. Ну как только информация о зонах будет полностью загружена в ipump сервер. Они пометятся зеленым цветом. Ускорить этот процесс можно очень просто. Вы можете вручную запустить все задачи. Одновременно. Никто это не запрещает делать. И по мере выполнения будете отслеживать. Ready audit. Server availability. Address expiry. Ну дольше всех будет работать Server Discovery. Вот все уже выполнено. Server Discovery еще работает. Здесь можно посмотреть. Вот. Зоны загорели зеленым цветом. Все здорово. Если у вас настроены серверные группы. Вы можете отслеживать сервера по серверным группам. Если вы не используете серверные группы. Или хотите от них отказаться. Есть просто DNS DHCP серверы. Здесь они будут отображаться. Вот. Ну соответствующая информация. Если информации не хватает. Всегда можно добавить этой информации. Ну вот AD site например. Сюда он еще не провалился. Со временем провалится. Вот. Ну и наконец. То что. Мне кажется самое интересное. Если перейдем в event каталог. Здесь собирается вся информация. С серверов которыми мы управляем. Это контроллер домена. DNS сервера. DHCP сервера. И здесь можно. Отслеживать определенный набор информации. Например. Если мы выберем. By host name. Введем имя какого-нибудь хоста. Например. Того хоста. С которым мы смотрим презентацию. Webcast 05. Укажем какой-то диапазон. Скажем. У нас сегодня 4 января. Мы будем брать с 1.01.2013 по 1. А. Сегодня не 4. А. Сегодня 6. 06.2013. Или даже лучше по 7. Так. Начинаем поиск. И все события по машине Webcast 05 мы сюда получим. События за 1.05. За 6. И так далее. Соответственно. Для мониторинга того. Кто же входил на эту машину. Можно использовать эту замечательную фичу. Для тех кто помнит. Новый Netware. Там в каталог. К каждому пользователю. При входе. В каталог. С определенной машины. Прописывался IP адрес. Это не очень удобно. Потому что там оставалась только последняя запись. Здесь вы можете поставить это в ретроспективе. Кто входил на машину. Конкретного пользователя. Не залазя на нее. Пожалуйста. За счет информации. С DC. С домен контроллеров. Дэш CP. И так далее. Получение аренды. И так далее. Все здесь отображается. Думаю. Никаких проблем нет. Это очевидно. И все эти события. Вы сможете отслеживать. При помощи вашего IPAM сервера. Ну. Возможности у него достаточно много. IP адрес трекинг. Может работать по Client ID. И по юзернейму. То есть. С этим никаких проблем нет. Вы всегда это можете отследить. Так. По юзернейм. Скажем. Укажем. Пользователя урлик. Поиск. С 01. 01. 01. 2013. По 01. 07. 2013. 2013. Поиск. Пожалуйста. По пользователю урлик. Мы получаем. Урлик. Информацию. На машинах веб дизайн. В машинах веб каст. Мы получили эту информацию. Где наш пользователь урлик. Проходил. Тем или иным образом. Ну. Что ж. Я думаю вы сможете. Спокойно это использовать. Если вам потребуется сервер айпам. Ну. Некоторую демонстрацию. Того как это работает. Я сделал. Что касается веб-каста, на этом, пожалуй, все. Определенная демонстрация возможности IPAMP сервера была произведена, но если посмотрите в документацию, возможности у него намного больше и сможете с этим легко разобраться. Также о том, о чем я не сказал, он также поддерживает IPv6, просто это будет не столь наглядно, если мы возьмем IP-адрес блоки и возьмем Global Address Space, вот, пожалуйста, мои IPv6 зоны, их тоже можно посмотреть здесь при помощи IPAMP сервера. Также их мониторинг и аудит будет вестись. Для того, чтобы это все хорошо работало, вам необходимо обладать IPv6 инфраструктурой, то есть по Link Local IPv6 адресам это работать не будет. То есть, грубо говоря, по тому, как у меня используется сайт Local IPv6 адреса, я могу работать с IPv6 инфраструктурой и в рамках IPAMP сервера. Если бы ее не было, по Link Local IPv6 адресам работать инфраструктуру IPAMP не будет. Что ж, ну вот, в общем-то, теперь все. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com, подписывайтесь на новости в блоге, ну и все мои материалы собраны у меня на сайте Лебедев Ум, ссылка на которую приведена на экране. Также я присутствую в ряде социальных сетей и на видеопорталах, следить за новостями можно и там. Ну а на этом все, спасибо за внимание и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok